Добро пожаловать! Для лучшей навигации используйте тайм-коды в описании. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Джокер Готэм. Начало 1980-х годов. Комик Артур Флэг живёт с больной матерью, которая с детства учит его ходить с улыбкой. Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера. Мария Магдалина. Рассказ об одной из самых загадочных личностей в мировой истории. Бросив вызов предрассудкам своего времени, Мария оставляет близких и присоединяется к группе единомышленников, лидером которых является Иисус из Назарета. Здесь она найдёт своё место и окажется на судьбоносной дороге в Иерусалим. Не волнуйся, он далеко не уйдёт. Джон не умел вовремя останавливаться, когда дело касалось быстрой езды красивой женщины и опасных шуток. Прихватив случайного приветеля на вечеринке, он сидит в машине и чудом остаётся в живых. С этого момента начинается горькая, вдохновляющая, правдивая и трогательная история человека, который потерял всё и вынужден двигаться дальше, чтобы обрести себя, как одного из самых талантливых художников-каррикатуристов Америки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тебя никогда здесь не было. У сурового Джо непростая судьба. Он никого не боится, лишь вспышки воспоминаний заставляют его вздрагивать. Безжалостный герой-одиночка, идущий на пролом ради спасения слабых. Для Нины, юной дочери сенатора, Джо единственная надежда. И даже самые изощрённые и жестокие силы не должны помешать ему вызволить её из ада, в которую она попала. ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК Профессор философии Эйб Лукас опустошён. Он не видит в своей жизни ни радости, ни смысла. На лето Эйб приезжает преподавать в небольшой колледж, где у него завязываются отношения с двумя очень разными женщинами. Рита, его новая коллега, воображает, что именно он вызволит её из несчастливого брака, а Джилл, его лучшая студентка, становится ему ближайшим другом. Она, 2013 года. Теодор, одинокий писатель, покупает новую техническую разработку, операционную систему, призванную исполнять любое желание пользователя. К удивлению Теодора, вскоре между неё операционной системой возникает роман. Теодор и течение успеха. Лукас онこеет. Субтитры сделал DimaTorzok Таинственный лес 2004 года Пенсильвания, жители деревни Ковингтон верят, что в местном лесу обитают мифические существа и никогда не входят в лес и не покидают свои деревни. Но однажды любознательный и своевольный Люси Хант, уставший жить в полной изоляции от внешнего мира, решает нарушить табу и выходит за пределы деревни. Брат-медвежонок Давным-давно, в те времена, когда по земле ходили мамонты, а вечные льды достигали южных морей, жил охотник по имени Кинаи. Он был храбр и ловок, но однажды прогнеем великих духов, убив медведицу, священного для него зверя, чей тотем он носил на шее. Тогда духи предков в наказание превратили в медведя самого Кинаи. Теперь он не может говорить по-человечески. За ним охотится его собственный брат, а еще к нему приблизился озорной медвежонок Кода, не желающий оставить героя в покое. Но духи не зря свели Кинаи с Кодой. В час, когда охотник увидит в медвежонке родственную душу, он сможет снова стать человеком. Знаки Жизнь никогда не баловала фермера Грэма Хесса удивительными событиями и происшествиями. Ровно до того дня, когда он увидел, что его кукурузное поле испещрено непостижимыми гигантскими знаками из примятых стеблей. Гладиатор 2000 года В Великой Римской империи не было военачальника, равного генералу Максимусу. Непобедимые легионы, которыми командовал этот благородный воин, боготворили его и могли последовать за ним даже в ад. Но случилось так, что отважный Максимус, готовый сразиться с любым противником в честном бою, оказался бессилен против вероломных придворных интриг. Генерала предали и приговорили к смерти. Чудом избежав гибели, Максимус становится гладиатором. Быстро снискав себе славу в кровавых поединках, он оказывается в знаменитом римском Колизее, на арене которого он встретится в смертельной схватке со своим заклятым врагом. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!